Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и я начинаю сегодня еще одну серию старых добрых детских игр про Бабу Ягу и Прошу. И первая игра из этой серии – Год полный забот. Давайте же с ней знакомиться. Молодец! Кто хоть раз так делал? Ставьте лайк по будильнику. Вот это его унесло. Ничего себе. Из тепленькой квартирки, прям в сугроб, да куда-то? Место будильника. Проснулся и спасен. Где я? Тут. А как тебя зовут? Карлос, Мария, Педро, Сантос и прочее, прочее, прочее. Какой такой «прочее»? Не имя, а верста длиннее моего хвоста. Назовем тебя проще – Броша. Броша? Броша – хороший. Очнулся, голубчик? Поешь-ка горячий супчик. А где солнце? Горячий песок? Теплое море, да апельсиновый сок? Нет, голубок. У нас тут снега и снега, а я – баба Яга. Как же мне домой попасть? Шар-то лопнул. Вот напасть. Шар починим, не беда. Погляди, мелок, сюда. Вот техники вершина – заплатная машина. Запусти машину и клей хоть шар, хоть шину. Все для ее работы природа даст с охотой. Для заплатки – лепестки. Их дает подснежник. Паутинку даст паук, чтобы сшить их нежно. Земляника соку даст для первой пропитки. Мухоморф отожмем – закрепить все нитки. И тот час за этим вслед наливаем лунный свет. Эту операцию зовут вулканизация. Последнее слово – зоопалатка готова! Прям стихами говорит. На ногу ставим липового меду. Шишку запалим, пока горит, мы варим. Сосулька сверху слезы льет и одуванчик сок дает. Только шишка догорела – рой снежинок быстро вдела. Он резко клей остудит и склейка крепше будет. Чтоб турбину гнать по кругу, запрягаем в колбе в югу. С тормозов машину снять, надо б на монет набрать. Монетка даром не дается, задание выполнить придется. И что же я должен делать? Нужно клюв не разевать и для машины все собрать. Ух ты, вот это вот введение такое жесткое, да? Ну что ж, для того чтобы собрать все, что нужно для ремонта шара, нужно побывать по очереди в каждом месяце, начиная с января. А не забудь после каждой игры найти монетки для запуска машины. Выполнить задание поможет лесной справочник. Желаем успехов. Ну что ж, спасибо, лесной справочник. Давайте для начала познакомимся с ним. Так, смотрите-ка, барсук. В общем, ладно, пока он нам, я так понял, не нужен. Давайте начнем с января, как нам и говорили. Ух ты, куда это он идет? Опа. Эй, Белка, нужна мне зеловая шишка. Где ее взять? Можно сверху достать. Отгадывай загадки и прыгай за мной. Ошибешься, с ветки сорвешься. Прикольно. После того, как Белка загадает загадку, щелкни мышкой по правильному ответу. Тебе ясно, из какой кружки пить зимой опасно? Из какой кружки? Из железной. Потому что к железной может губки. Да и вообще любая часть тела примерзнуть. Теплая. Из металлической. Да, ну из железной металлической. Примерзнуть можно. Кто от холода и в юг улетел зимой на юг? А кто же улетел? Правильно. Скворец. Угу. Какой птице на яйцах не сидится? Какой птице на яйцах не сидится. Кукушка всегда свои яйца подкидывает другим. Правильно. Кукушка подкидывает свои яйца в чужие гнезда. Что едой белкам служит в дни суровой зимней стужи? Так. Жучки. В зиму в общем нет их. Яйца всякие там усеницы тоже. А вот орешки самое оно. Правильно. Орехи. То всю зиму до весны крепко спит и видит сны. Ух ты их тоже. Так. Волк. Заяц. Лиса. Мишка. Ну конечно же мишка, да? Конечно медведь. От кого полно угроз для мышей и птичьих гнезд? А кто за этот их в общем то этот как его называют? Сейчас нам скажут. Правильно. От горностая. Да. Горностай. У какой птицы птенец зимой родится? А у какой птицы птенец зимой родится? Даже не знаю. У клеста. Кто морозов не боится, спать зимою не ложится. А кто? Кто морозов не боится? Заяц зимой не ложится спать. Правильно? Он там прыгает следы невиданных зверей. Заяц всю зиму не спит. Сколько ж можно вопросов? Мышь нырнула в снег скорей. Кто охотится за ней? Обычно, наверное, лисичка или кто? Да, скорее всего лисичка. Угадал. Это лиса. Точно угадал. Настала зимняя пора. Кому зимой нужна нора? О, кому же? Лосю не нужно. Он не поместится. Зайчик и так бегает. Кабан большой. А вот мышка. Самое оно. Маленькой полевки. Так, один вопрос остался или два? Вот тебе задание новое. Ух ты. Среди этих шишек есть еловая. Но ее ты получишь, если подставишь каждой шишке название дерева, на котором она растет. Обалдеть. Так. Наверное, вот это вот можжевельник, да? Я так думаю. Ну что, нет? Ладно, начнем с этого. Сосна. Ель. Это ель. А, нужно поменять. Все-таки, да. Я понял. Это кедр. Ой, как сложно. Слушайте. Можжевельник. А как потом нажать? Получается, что можно попыток сколько угодно пробовать, да? То есть, здесь я уже не ошибусь. Лиственница. Сосна. Это кедровый. Кедровый. А, вот это вот. Ну, я не знаю. Кедр. Или вот это вот. Или второй. Или четвертый. Кедр. Так. Ель. И сосна. Ух ты. Нужно, в общем, угадывать. Как же быть? Кедр. 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 Ну, давай сюда. Кедр. Кедр. Это ель. Это что ж такое? Как менять? Так они. Ой. Сделал все как надо. Вот тебе шишка в награду. Получилось случайно. Найди и забери монетки. Без монет машины ходу нет. Так, ну вот видим одна. Ой. Какие животные оставили эти следы? Не все так просто. Так. Получается, кто у нас здесь? Ой. Так. Ворона. Вот сюда, да? Так. Волк. Мы, по-моему, знаем это. Вот. Дальше. Заяц. Какими-то длинными лапами. Вот. Вот. А, тут еще получается лишнее есть, да? Ммм. Это, наверное, мышка. Эй. Нельзя больше ошибаться, да? Два раза. Три раза можно ошибиться. Точнее, два. На третий, наверное, проиграем. Так. Это, может. Это я ж не знаю. Лось. Лося. Может, это лося такие следы? Блин, это метки. Ага. Мишка. 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 Эээээ. А, ну, хоть мы здесь вернулись, как бы. То есть, не нужно заново начинать вообще все задания. Но какие-то следы таких, я не знаю. Так. Начну с того, что знаю. Заяц. Эээ. Мишка. Стоп. А, это ж волк был. Блин, я... Так, это... Хрюшка. Нет. Лось. Да. Ээээ. Так. Это у нас, наверное... Нет. Неправильно. Как сложно. Так. Заяц. Волк. Ворона. А вот эти вот следы вообще... Я вот не пойму, кому я пробовал, кому нет. Мышка. Может, мышка кому-то из них принадлежит. Раз. Нет. Не мышка. Буду знать, что не мышка. Мда. Опять. Ворона. Волк. Заяц. А вот эти следы нужно пробовать всех. То есть, лось. Какие лося? Я ж, по-моему, пробовал, да? Так. Мишка. 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 Ух ты. Да. Ну-ка. Кабан. Кабан. О, так. Кабан. Кабан. Я, по-моему, пробовал кабана. Осталось вот два следа. У кого такие маленькие, тоненькие лапки? Ну, точно не у Мишки. Может, мышка? Ну, да. Почему я раньше это не мог сделать? А такой след, наверное, вот у этого. Нет. У Мишки? Фух. Это было тяжело, реально. И это только одна монетка. Вот она. Какие же? Какие же? А, стоп. Я же её уже взял, да? Следующая. Как называются эти звери? Так. Кабан. 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 Лиса. Лиса. Так. Рысь. Рысь. Это олень. Олень. Не лось. Это у нас. Барсук. Барсук. А это у нас бобр, да? Бобр. Бобр к нам добр. Ха-ха. И третья монетка, по идее. Какие деревья зимой сбрасывают листву, а какие остаются зелёными? Ух ты. Липа. Липа. Берёза. Клён. Листь. Так, по-моему... Дуб. Дуб тоже. Но, а эти, естественно... Лиственница. Что, листница тоже сбрасывает, да? Ель. Сосна. Можжевельник. Но, как-то так. Очень познавательно. То есть много чего я здесь не знал. В общем, буду узнавать вместе с вами. Так, справочники разные есть. Можно, если не знаете чего-то, зайти, допустим, в справочник. И вот посмотреть. Птицы. Ого, сколько вот про всех, видите, написано. Деревья. Где про зиму там и так далее. То, чтобы не гадать, можно все прочитать, потом уже играть. Но у меня столько времени, конечно, нет сейчас. Переходим к февралю. Эй, Филин, будь другом. Подскажи, как вызвать вьюгу. Не зови ее заранее. Сначала найди заклинание. А где же его искать? Тут следов не сосчитать. А ты воспользуйся, друг мой, большой подзорной трубой. Всегда ношу ее с собой. Так, посмотри в подзорную трубу и крестиком отметь следы зверя, который нарисован на картинке. Если ответишь правильно, из следов составится цифра. Найди слово, отмеченное этой цифрой, и подставь на выделенное место в заклинание. А, волк. С волком все просто. Вот это его следы, да? Или стоп. Это мишка, это кто? Может, это волк? Да, двоечка. Зову. Зову. Так, у ворона это проще простого. Вот она. Семерочка, да? Носица. Носица. Заяц. С зайцем тоже все в порядке. По идее, вот это же его следы. Троечка. Вьюга. Вьюга. Так, кабана. Какие следы в кабанах? Кто знает. Очень. Тут разные такие прям. Кабанчик. Вот какие-то из этих, наверное, двух, да? Кабанчик, кабанчик. В принципе, на большой карте можно посмотреть приблизительно, да? Может все-таки вот это вот? Нет, не это. Вот это. Да, шесть. Тебя. Зову тебя вьюга. Носица. Так, Мишка. О, Мишка тоже. Мы знаем. Вот его след. Едничка. Зову тебя носица по кругу, да? Лось. А не могу сразу? Ай, нельзя. Так, лось, 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 лось. Кто знает след лося? Да, может, это вот точно пятерочка по кругу. Зову тебя вьюга. Носица по кругу. Вот такое вот заклинание. Ха? Готово. А прошу-то, парень, непрост. Угу. Даже вьюгу поймал за хвост. Так, филину завью. Конечно, мне монетки нужно. Попробуй угадать зверя по хвосту. Так, ну это лиса, да? Ммм, так. Это у нас волк. Это, наверное, рысь. Нет, рысь. Ух ты. Ладно, это бобор. Это у нас... Наверное... Горностай. Нет. Кабан, горностай, рысь. Рысь. Все-таки... Нет. Ладно. Еще раз. Ааа... Мышка. Мышь. Есть. Так, это... Бобр. Тоже есть. Волк. Тоже есть. Остались эти три. Белка, да? Белка. Нет. Это не белка. И не лиса. Бурундук. Подождите. Кабан, лиса, заяц. Бурундук. Нет. Бурундук. О, бурундук все-таки это, да? Осталась у меня одна жизнь, но я тут не знаю. Белка. У него, по идее, хвост пышный. Заяц. Заяц. Да, вот такой. А вот это хвостик чей? Белки, лисы или кабана? Кабана. Точно. Хотя так бы и не сказал. Так, одна монетка есть. Еще нужно две найти, да? Эти птицы остаются у нас зимовать. Как они называются? Так, ого. Будем пробовать. Так, сова. Сова. Дятел. Дятел, да. Так. Подождите. А, ворон. Воробей. Тетерев. И вот это, наверное, это кто? Снегирь. Синица. Клест. Клест. Я такого даже не знаю, если честно. Но, все-таки получилось пройти. Дальше. Последняя монетка в феврале. Трудно птицам и белкам найти пищу зимой. Подкорми лесных жителей. А чем их можно кормить, как вы думаете? Ну, с семечками. Текменные семечки. Можно? Да. Пшеница. Тоже да. Пшено. Запросто. Семечки подсолнуха. Да. А это что у нас? Сало. Нет. Орехи. Орешки, да. Мандарины. Что, мандарины можно? Нет. А, сало уже, точно, сало. Я помню, сало раньше ложили, точно. Я почему-то... Они как клюют, оно такое питательное, жирное, то есть энергии много дает. В общем, вот у нас уже февраль, как бы так вот пройден. А дальше, март. Март, видите, уже снег начинает таять. Эй, заяц, покажи, где растет сосулька. Не могу. Пока. Разлилась река, а я не пловец. Захлебнусь и конец. Ага. Постой. Я с тобой. Нужно спасать зайца, управляя лодкой, стрелками вправо и влево. А нельзя налетать на льдинки, кочки и деревья. Нажатие стрелки вниз замедляет ход лодки. Нажатие вверх ускоряет ход. Ничего не напоминает. Ух ты, класс. Смотрите как. А мне получается зайца нужно, да, спасать? Опа. А сколько мне зайцев нужно? А почему один заяц? Не понял. А вот только сейчас два. А те почему не прыгнули в лодку? Нужно рядом проплывать или как? А, точно. А я, наверное... Ой. Врезался. Получается, что когда я в льдинку врезаюсь, то... В общем, мне ничего не засчитывают. Вот. Нужно рядом было, да? Пока поймёшь все правила. Вот там ещё вот заяц. Ой, видите, да, я в льдинку врезался. Зайчик утонул, бедный. С таким этим лодочником. Ну ничего, я всё-таки в конце разобрался. А, так у меня одна жизнь всего осталась, друзья. Я в шоке. Как мне так... Ай! Он всё-таки утонул. Кто знает. Называется Лёгкая детская игра, да? Если она лёгкая, то... Извините меня, тогда я ничего не понимаю. В играх. Ну вот, теперь мне туда нужно быстро. Ну как? Ну я же ещё не доплыл до того бревна. А я забываю скорость сбрасывать. Может быть, действительно иногда нужно. О! Чуть ускорится, допустим, как сейчас. На прямой... Линии. Да, вот это большое дерево лучше слева плывать. Тогда и этот заяц будет справа. Воу, пошло дело. Главное не залазить. Так, ну 13 заяц. Да, вот. А-а-а! Что, я не врезался в льдинку? Ай-яй-яй. Вот это подфартило. Да, главное с правильной стороны подплывать. Тогда, естественно, легче будет остальных спасать. 17. 18. Так, этого нужно слева плывать, как я говорил. Тогда я вот здесь нормально успеваю и сюда. 21 заяц. Я что, весь лес должен на другую сторону перевести и спасти? Или как? Или мне нужно что-то нажать как-то их куда-то высадить? На какое-то дерево, что ли? Как? Ну я ж... Блин. Я, наверное... Нужно правила было почитать. О, вот, наконец-то. Все-таки... Все-таки не в правилах дела. Ха-ха. Вот так сосулька. Хе-хе. То, что надо. Не сосулька, а громада. Заданий нить разматывай. Монетки зарабатывай. Ладно. Определи, какие стихи написаны про весну, а какие про осень. Прикольно. Давайте слушать. День становится длиннее. Снег растаял на аллее. Ну, естественно, это весна. На реке подтаял лед, и начался ледоход. Да, вот только что мы это наблюдали. Позже солнышко восходит. Раньше спать оно уходит. Естественно, это осенью. И на юг стремятся птицы. От зимы спешат укрыться. Тоже осень. Опадают листья чинно. Зреет красная рябина. Третий раз подряд осень. Птицы с юга возвратились. И подснежники раскрылись. Это весна. Все. Это было не сложно. Следующая монетка. Так, как зовут большую дикую кошку с кисточками в ушами. А в ушах? Ну, это рысь. Рысь. Дальше. Ловкая прыгунья с пушистым хвостом. Как ее зовут? Ну, раз прыгунья, у нас здесь одна прыгунья. Лиса, да? Остальные все, по-моему, там, мужского рода. Нет. Ловкая прыгунья. Ладно. Она строит плотины, вход в свою нору, располагает под водой. Кто это? Бобр. Бобр. А серый хищник охотится в стае. Кто это? Волк. Волк. Получается, если ловкая прыгунья с пушистым хвостом, то... А, белка, точно. Белка. Я что-то как-то почему-то на лесу у меня этот мыслительный процесс повернул. И третья монетка. Догадайся, какой птице принадлежит клюв. И подставь ее название к картинке. Ух ты, прикольно. Не люблю этих птиц. Так, начну с вороны, да? Ворона. Единственный клюв, который я здесь узнаю. Так, ну а еще у нас аист, по-моему, да? Вот он. Дальше... Клёст тут, наверное. Которого я не мог угадать до этого. Синица. Синица. Нет. Ладно. Воробей, воробей. Тоже не знаю. А сокол, скорее всего. Точно. А это дятел. Нет. Утка. Нет. Дятел нет. Что, неужели воробей? Или синица? Утка, воробей. Воробей. Да, вот воробей. Но раз это не дятел. И не утка. Или все-таки утка. Синица. Фух. На последней жизни все-таки ответил. Вот такие пироги. Так, ну что ж, наверное, последний месяц у нас сегодня, апрель будет. Банчи, спирянки, пакеты, полежник. Ну где тут найти подснежник? Мусору до головы. Ни цветочка, ни травы. Встал с пузаранку. Убираю полянку. Разгреби чуток. Найдешь свой цветок. Ого. Пока корзинка едет по транспортеру, нажми и найди и подтащи в нее мышкой подходящий мусор. Так, резина. Резина, резина, резина. Резиновые перчатки, да? Стекло. Вот стекло. Бумага. Еще одно можно, нет? Пластмасса. Железо. Вот железо. Вот еще железо. А, нельзя. Стекло. Стекло. Вот бутылка была. Опять железо. Пластмасса. Не вижу, не вижу. Вот пластмасса. Бумага. Вот опять бумага. Резина. Что здесь резиновый? Мячик резиновый. Стекло. Не вижу, что здесь стеклянное осталось. Вот игрушка. Пластмасса. Вот, наверное. Резина. Железо. Вот. И опять железо. Фух, это было тяжело и очень быстро. Ничего себе, сколько их, да? Удивляешься, мой свет? Да у вас и снега нет. Не забыть набрать понят. Нельзя мусорить. Не забыть набрать понят. Конечно же наберем. Эти птицы прилетают к нам весной. Как они называются? Ух ты. Так. Журавль. Аист. Сокол. Сокол знаю. Так. А дальше уже, конечно, проблематичней. Ласточка. Ласточка. Это, по-моему, вот она, да? Точно. А вот дальше... Кукушка. Кукушка. Соловей. Нет. Малиновка. Ой-ой-ой. Вот видите, как. Ладно. Так. Соловей. Сейчас, сейчас, сейчас. Сокол. Аист. Так. Аист. Блин. Аист. И журавль. Журавль. Первый раз правильно ответил. Так. А вот здесь дальше... Кукушка или нет? Кукушка. Соловушка. Соловушка. Ласточка. Малиновка. А кто это? Тресогуска. Тресогуска. А это осталось... Кто? Малиновка? Малиновка. Нет. Одна жизнь. Это ж не похоже на лавочку. Соловей. Соловей. Вот так. Вот про птиц для меня это сложно. Вот про все, что угодно, только не про птиц. А ладно. Следующая монетка. Знаешь ли ты, как называются эти жуки? О, ну не до конца, конечно. Но можно представить. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Жук навозник, по-моему. Или третий, или пятый. Нет. Жук навозник. Шестой. Нет. Жук навозник. Ладно, начну сначала. Так. Начну с того, что... Колорадский жук, да? А, божья коробка. Мягкотелка. Пожарник, который называют все вот такие вот... Стоп. Разве это не пожарник? Жук навозник. Какой из них? Вот. А, это солдатик. А я пожарник-солдатик называл. Мягкотелка. Пожарник. Вот это вот пожарник, да? А, еще вот этого я не назвал. Древесный клоп. Древесный клоп. Нет. Майский жук. Это он? Майский жук. Это нет. Все-таки жужелица какая-то, да? Вот она. Жужелица. Божья коробка. Так. Жук-солдатик. Мягкотелка. А, пожарник. Жук-солдатик. Вот. Колорадский жук. И этот... Жук-навозник. Фух. Не мы чем-то катанем, как говорится. Это была вторая монетка. И теперь третья. Вспомни, как называются жилища лесных жителей. И подставь предложение вместо пропущенных слов картинки животных. Прикольно. Вот и настал апрель. В лесу шум, гам, суета. А вот проснулся могучий... Что, медведь? Медведь. И вышел из своей берлоги. А, точно, там же берлога. Из дупла выскочила... Ну, из дупла белка обычно выскакивает, да? Белка. И поспешила искать еду. А кто там стал рыть нору? А скорее у нее появится своя семья. Нору роет... Лисичка, что ли, да? Лиса? Да. Вот спешит с ночной охоты в свое логово... Волк. Нору роет... Нору роет... Волк. Распустились первые цветы, а с ними оживились и вылетели в свое улья пчелки. Ну, это понятно. Пчелы. А торопится и стрекочет шумная... Сорока. Сорока, да. Уже нужно яйца откладывать и птенцов выводить. А я ее с соловьем перепутал в прошлом этом задании. Ну, естественно, а гнездо так и не свито. А не дремлит и жители водоемов. Вот из своей хатки выплывает... Бобр. Бобр. Звери радуются, оступившая весне. Ух... Вот это был у нас четвертый месяц. Так. Можно начать сначала, да? Ну, а можно продолжить. А продолжим мы уже в следующем нашем обзоре. И так этот длинный получился. А если вам понравилась эта игра, то поддерживайте это видео своими лайками. Подписывайтесь и не пропускайте продолжения. Пока-пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...